Добрый день! На этой неделе мы читаем недельную главу Ваихи. Яков перед смертью собирает и благословляет своих 12 сыновей. И, конечно, каждое слово в благословении Якова имеет огромную силу и распространяет свое влияние на 12 колен всегда, с тех времен, до дней, когда мы каждый узнаем, из какого мы колена, и дослучится это в скорости в наши дни. Из каждого слова в этих благословениях мы, евреи 21 века, можем выучить какие-то важные уроки. Вот, например, сказано в нашей недельной главе. И сказал Исраиль Йосефу, вот я умираю, а Бог будет с вами, и Он возвратит вас в страну ваших отцов. Я же дал тебе один удел, сверхназначенного твоим братьям, которые я взял у Эморея, моим мечом и моим луком. И слова, и своим мечом, и своим луком переводят на рамейский Ункилус как своей молитвой и своей просьбой. Ункилус – это переводчик Торы на армейский язык. Его перевод считается авторитетнейшим комментарием и объяснением письменной Торы, таким, что даже Шулхан Нарух обязывает каждого еврея раз в неделю прочитать этот перевод недельной главы на армейский язык. Как мы видим в переводе Ункилуса, меч и лук – это два обращения к Творцу. Молитва и просьба. С одной стороны, это понятно, ведь именно в молитве наша сила. Голос, голос Якова и руки, руки и сава. Но все же важно понять, в чем разница между этими двумя обращениями и какой смысл вкладывает праотец Яков в молитву, уподобляя ее мечу, и просьбу луку. Автор книги Орсамеях, Раф Мейр Симха Акоин, говорит, что тут у Ункилуса молитва – это постоянная молитва, в первую очередь Шмонесре, 18 благословений, а просьба – это личные просьбы, с которыми человек обращается к Создателю своими словами. Объясняет Рабейну Бехая, 11 век, автор из книги «Хавот-Алевавот», ставший классикой иудаизма, авторитетнейший каббалист, он говорит, что Яков назвал свою молитву «мечом», поскольку молитва защищает человека подобную мечу в руках богатыря. Истинная сила наших прорцов всегда была именно в их молитвах, добрых делах, и только благодаря им они побеждали. Сказано в Талмуде, в трактате «Брахот», что праоцы установили три молитвы – Авраам – утреннюю, Ицхак – послеполуденную, и Яков – вечернюю. Когда мы молимся, каждую из молитв, мы как будто стоим на плечах, и они везут нас к самому престолу славы Творца. И эта аллегория, она становится более понятна со слов Равахайма из Воложина, ведущего ученика Велинского Гаона, основателя Воложинской Иши, в одной из крупнейших раввинов своего времени. Мы часто его вспоминаем. Он пишет, что мы знаем, что текст молитвы Шманаэсра был составлен мудрецами Великого Собрания. Согласно Талмуду в трактате «Брахот», в момент создания молитвы в Великом Собрании было 120 мудрецов, и среди них более 80 пророков. Им для того, чтобы постановить порядок и текст молитвы Шманаэсра, нужен был пророческий дар, поскольку в установленный ими порядок слов и даже букв были вложены огромные тайны, чтобы каждая молитва подходила любому человеку, в любой ситуации, в любом дне, в любой день, и при этом всегда достигала цели. Ишманаэсра должна стать не какой-то общественной молитвой для нас, а личным обращением, но установленным мудрецами Великого Собрания. Эти слова Равахайма помогают понять, почему молитва Шманаэсра походит на меч. Слова и буквы этой молитвы, даже сказанные в минимальном необходимом намерении, сами по себе имеют силу дойти до дворца и быть услышанными, а когда они сказаны в Миньяне, то они точно до него доходят. У личных просьб же нет силы дойти до престола Творца, если они не будут сказаны без настоящего намерения. Они как лук, который, в отличие от меча, сам по себе не опасен, без прилагания силы, большей силы лучника. Они будут услышаны, только если будут сказаны с намерением, будут идти от сердца. Личные просьбы обычно являются криком души, и поэтому походят на стрелу, пущенную из лука. В молитвах в аспекте личных просьб мудрецы говорят следующее. Рамбам в своей книге заповедей, в которой он собрал 613 заповедей, в разделе повелительных заповедей, заповедь номер 10, говорит о том, что каждый еврей обязан по закону Торы молиться хотя бы один раз в день короткую личную молитву. Это о молитвах в аспекте просьб. А по Рамбану нет обязанности из Торы молиться каждый день. Но если человек попал в беду, он обязан по закону Торы молиться и умолять Всевышнего, чтобы тот избавил его от беды. Например, человек идет по шоссе, вдруг колесо у него лопнуло, он в беде, и в этот момент Тора обязывает его заповедь Деорайта обратиться к Всевышнему и просить его о помощи. И важно, что мы можем говорить с ним на английском, на русском, на идишем, на любом другом языке в наших этих просьбах личного характера, как просьба личная. Творец понимает все языки. И еще к разговору о молитве нужно обязательно вспомнить известную Мишну Перкеавод, в которой Шимон Праведник, последний из мудрецов Великого Собрания, сказал, что мир держится на трех вещах. На Торе, на служении, на добрых делах. Тора, Авода и Милутха Садим. И Шимон Праведник, это великий мудрец из последних мужей Великого Собрания, Кнеса Дагдула, принявших Тору из рук пророков по цепочке передачи от Маше Рабейну. И в течение сорока лет он был первосвященником во втором русско-энском храме в период между 350 и 70 лет до христианской эры. В его словах, Авода, служение, это жертвоприношение в храме. Но мудрецы постановили, что после разрушения храма, под Авода, под служением, нужно понимать молитву. Именно молитва после разрушения храма стала играть ту важнейшую роль в удержании нас и мира в связи со Всевышним, которую во времена функционирования храма играло жертвоприношение. Это стало функцией молитвы. Держать связь между нами и Всевышним, между миром и Всевышним. Именно поэтому значимость молитвы в аспекте молитвы именно сложно переоценить. Это наша обязанность, это выполнение воли Бога, это основной элемент нашего служения, нашей духовной работы. И это один из трех инструментов, которые сейчас удерживают мир. И, конечно, Всевышний щедро вознаградит тех, кто выполняет Его волю. И Он имеет особое отношение к тем, кто удерживает Его мир в связи с Ним. Я желаю всем хорошего вечера. Брахава от Слаха. Впереди у нас ежедневные молитвы. Впереди у нас личные просьбы. А остаемся и дальше в поисках смысла. Впереди у нас еще раз daughters и встречаемся. Продолжение следует...